Всем привет, ребята! С вами Кошка, и сегодня мы с вами начинаем играть в Кузи Гроув, да? Кузи? Кузи, какое интересное название. Но, тем не менее, первый раз, как говорится, в первый класс. И с помощью ганька вы можете сжигать множество предметов, превращая их в полезные вещи. Вы можете улучшить магазин, и не успела я прочитать. Вот они мы, мы на каком-то причале. Добро пожаловать в ряды призрачных скаутов. К первому одиночному походу обязательно надо подготовиться. Ну, подготавливаемся, мы, видимо, с созданием своего персонажа. Хочу вот такой. И зеленые глазки. Тут, кстати, голубые и синие, а зеленых только один вид. И здесь у нас волосики меняются. Как обычно, красные длинные, прям как у меня. И так классно выглядите. Пришла пора отправляться в путь. Вы открываете письмо, которое принесли с лодки. В нем написано. Дорогой призрачный скаут. Добро пожаловать в уютную рощу. На острове нет связи и удобства, так что не забудь взять с собой все необходимое. Люди с материка приезжают редко, тебе придется заботиться о себе самостоятельно. Скауты, которые здесь были до тебя, сообщили о медведях, так что веди себя осторожно. Не забывай поддерживать костер. Желай хорошо провести время. Служба скаутов. Интересно, ребята, мы на острове полом медведя. Девиз призрачных скаутов. Все потеряны, заслуживают милосердия. Очень странный режим, очень странный. Девиз, очень странная игра. Но, тем не менее, двигаемся мы стандартно в СД. А, ну и двигаемся еще и мышкой. Так, интересно, на острове ничего. Сзади вода, впереди вода, по бокам вода. Все вокруг вода и только вот... О, попробуйте щелкнуть по углям. Ке-ке. Сколько лет этим дровам, скаут? На вкус не меньше сотни. Ну и где мы оказались из тебя на этот раз? В ютной роще? Это название мне знакомо. Я увидел... Я видел его в старых брошюрах, которые меня разжигали. Я чувствую рядом десятки из раненых, неупокоенных душ. Они отчаянно нуждаются в помощи. Но сами этого не понимают. Это не похоже на место, куда обычно отправляют новых, юных призрачных скаутов в первый самостоятельный поход. Ну ладно, раз тебя сюда отправили, значит скауты уверены, что ты справишься с заданием. Хочешь увидеть, что там за моим пламенем? Да, еще как хочу. Вот это настрой. Вижу призрак лесничего на опушке леса. Она ждет там уже давно. Очень давно. Не бойся, скаут. Ступай и представься. В конце готов ты здесь, чтобы помо... И помогать. В общем-то, ребят, почему-то... О, видите, да, что у нас все потеплело. А охапка листьев превратилась, видимо, в палатку. Да? И остров у нас раздвинулся. Угу. Это она? А, еще один выражаемый турист. Наверное, я себе с утра слишком крепкий чай заварила. Действительно, это она? Или скажи, ты ведь живой человек, или как? Да, так и есть. Что ж, это лучшая новость до сих пор, как у Камашовки вылупились птенцы. Добро пожаловать в лагерь Уютные Рощи. Я Шарлотта, местный лесничий и призрак. Если будут проблемы, я та, кто тебе нужна. Слушай, это твоя форма. Она мне знакома. О, боже, ты же призрачный скаут. Это меня дело. Вселяет надежду. Так, меня учили помогать призракам во всем БМВ, Бывало, что ты имеешь против призрачных скаутов. Ты не первый призрачный скаут на этом острове. Много лет назад другая амбициозная девчушка разожгла здесь костер, чтобы разобрать свой последний значок. Заработать, разобрать. Хм, вот она она. Да? Девчушка. А там медведи. Но все пошло не по плану. Но к чему ворошить прошлое? Правда, ты здесь дружок, а ее нет. Если хочешь остаться тут на ночь, запомни первое правило выживания в дикой природе. Не замерзни. Где-то тут рядом лежало бревно. Найди его и подбрось костер. Так нам обоим будет уютнее. Так, вот. Вы открыли воспоминания, которые вам еще пригодятся. Видите, нарисовано что? Костер и бревнышко. А, вот оно, я его вижу. Это бревнышко. Опа. Так, вот бревно. Уи-ха! Это призрачное бревно! Откуда оно у тебя? От медведицы в форме лесничего. Медведица лесничий? Ясно. Что ж, во-первых, спасибо, мне очень вкусно. Во-вторых, наличие призрачных бревен подтверждает мои подозрения. Призраки появились в уютной роще давным-давно. Здесь много душ, которым нужна твоя помощь. Они не могут обрести покоя, пока кто-нибудь не поможет им разобраться в их прошлой жизни. Если они ушли из жизни давно, то могут даже и не помнить, кто они такие и как умерли. Ах, от призрачного бревна огонь наконец-то разогрелся. Мой свет проливается дальше. Просыпается в новой части острова. Воспоминаются потерянные места. Вижу нового духа. Он умеет мастерить полезные вещи. Итак, наш остров, видимо, стал еще длиннее, да? Слушай, отличный костер. Только какой-то маленький, а? Поищи побольше призрачных бревен. Немного тепла этому острову не помешает. Хороший огонь непременно призовет дальних спутников домой. Так, ну что ж, пойдем. История продолжается. Сейчас у нас остров превращается в более интересное место. И даже, кстати, приобретает некие краски. Ну, пойдемте краски-то брать, а? Монетка, монетка, монетка. Монетка. На шифте мы бегаем быстрее, кстати. Так, а это что? Монетка. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Это ты? О! О! Ты меня видишь? Прости, я думала, что стану невидимым. Извини, не принято. Очень-очень-очень великонужна с твоей стороны. Я этого не заслужил, поверь. Боюсь, я буду мучить и себя, и тебя, пока не выясню, почему я здесь застрял. Может, я смогу отплатить тебе услугу за услугу, мини-мастер? Не хочу хвастаться, но я и призраком буду тебе полезен. Все, что мне нужно, это ветки. Принесешь, обещаю, ты не пожалеешь. Теперь вы и Джереми вхрумфрали. Друзья, вы открыли воспоминания, которые вы можете посмотреть в соответствующем диалоге. Так, где тут наша ветка? Ветка должна валяться? Или как? Ой. 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 Они все побежали куда-то. О, они все прячутся. Понятно. Так, а где же наши ветки? Так, говорят, это рядом засохшем дереве, на котором гнездо. Хорошо. Где же это засохшее дерево? На котором гнездо. О, рыбка плавает. Вот вижу. Раз, ветка. Выпал череветка. Угу. Ну, где же гнездо? Вот вижу. Нет, это не оно. Это тот, кому нужно оно. Так, я, конечно, все понимаю, но у тебя что-то самое. Я в упор не вижу гнездо. Вы видите гнездо? Вот ветку, по-моему, вижу, да? Вот оно гнездо. Я нашла гнездо. И вот еще одна ветка. Х3. Х3. Все, замечательно. Посмотри на эти палочки. Какие красотки. Тут закрутить, тут подогнуть. И вуаля, твоя первая лопата. Не лучшая моя работа. Из трех веток лопата. Из трех. Не просто управлять токарным станком, когда у тебя лапа призрака. Но на острове полно мягких куч грязей. Чтобы их раскопать, она сгодится. Видите духи? Я помог бедному скауту. Теперь я свободен. Все, я еще тут, да? Черт, черт. Но на одной хлипкой лопате далеко не видишь, верно? Конечно, нет. Не волнуйся, у меня еще полно идей. Я помогу, чем могу. Чтобы наша роща стала для тебя по-настоящему уютной. Надеюсь, эта лопата тебя не подведет. Вот еще призрачное бревно. Окей. Итак, у нас здесь... У нас здесь... Ух, как хорошо. Тут есть все, что надо. И даже, кстати, монетки. Монетки и лопатка. Ух, хорошо, горячо. Отлично, я освещаю еще больше пространства. Теперь я вижу старого друга. Мистер Лис заметил огонь и открыл свою лавку. Ха! Похоже, он чувствует себя здесь, как дома. Постой, еще не все. Я вижу странную просоленную фигуру на берегу. Когда он появился, что-то другое исчезло. Что-то очень важное. О, боже. Лучше иди посмотри. Просоленную фигуру. Кто это? Кто это? Куча грязи. Это куча грязи, что? А где куча грязи? Так, чем хотим заняться? Не поможешь мне? Иногда, чтобы что-то найти в этой эмоции, достаточно просто внимательно посмотреть. Но порой приходится все-таки запачкать руки. Видишь груды опавших листьев вокруг? Попробуй их раскопать. Чего-то у них только не бывает. И даже как-то видела под листьями какую-то старую книгу. Замечательно. Что же у нас тут? Какой это значок? Получить уровень костра 2? Получить? Почему нет? Отличная работа. А тут у нас пройти обучение. Прошли. Отличная работа. И все, да? Так, что же у нас тут? Ладно. Как все изменилось. Вот он, мистер лис. Так, а где же еще здесь у нас с лопаткой? Можно поработать. Вот это кучка. А вот и книжка. Путеводитель по лесу. Нормально. Нашли. Мы все нашли. Хочу еще что-нибудь покопать. Можно? При жизни я был морским волком. То есть медведем. Сотни раз гонял от уютной рощи на материк и обратно. Кое-кто поговаривал, что не пристало медведю плавать по волнам. Но разве я их слушал? Конечно нет. Разве он похож на медведя? По-моему, это какая-то птица. У него есть клюв. А теперь я изменился. Капитан Билл Уотер Нюх. Эй, мелюзга, давно ты тут стоишь? Я как раз о тебе рассказывал. Я капитан Билл Уотер Нюх. Хотя некоторые зовут меня Медведь Чайка. Так, приятно знакомиться, Билл Уотер. Не перепоню, чтобы мы с тобой договаривались называть друг друга по имени Салага. Зови меня капитан. Странное дело быть и медведем, и чайкой. Между ними нет почти ничего общего. Разумеется, кроме любви к рыбе. Кстати говоря, ты есть хочешь, Салага? Принеси мне удочку. Я покажу, что у нас сегодня на обед. Итак, а ему надо сделать удочку. Я думаю, надо сделать его у второго нашего помощника. Нет? Ой! Вот что я хочу сказать. Дай им тебе совет. Не доверяй капитану. Он думает, что все вокруг чокнутые. Чайкнутые. Все вокруг чайкнутые, господа. Так, где-то я здесь зависла? Застряла? Вот он. Как этот старый путеводитель по лесу для призрачных скаутов. Смотри, раздел воспоминаний совсем не тронут. Сюда скауты записывают свои достижения в помощи местным призракам. Что ж, должна признать, это неплохое начало. Я сохраню эту книгу и буду отслеживать по ней твои успехи в помощи призракам уютной рощи. Хочешь посмотреть в альбом воспоминаний? Да, я хочу. Вот это настрой. Смотри. Уточка. Показать историю? Ага, все, понятно. Так, а кто брать? Брали. Окей. И мне дали еще одно призрачное бревно. Вы получили призрачное бревно. Ой, как здесь хорошо стало. Давайте мы положим призрачное бревно сюда. Вот бревно! Вкуснотина! Странно, я все еще голоден. Думаю, еще одного призрачного бревна будет достаточно. Кое-кто готов отдать тебе бревно в амбин на помощь. Да, это же знаю кто. Получить. Та-дам! Отличная работа. Друг медведи. Новичок. Вы получили камни кварца. Ну, как много. Так, вы можете купить узочку у торговца. Показал, что здесь кучка? Нет, это не кучка. Это не кучка! А это мистер... Что там у тебя? Беру. Привет, тебе потенциальный покупатель должен признаться, когда я шел на твой огонь и не думал, что опять окажусь здесь. Когда я был... Когда-то... Когда я был тут последний раз, остров выглядел куда лучше. Ой, как невежливо я даже не представился. Можешь звать меня мистер Лис. Твое имя я, разумеется, знаю. Но я слишком везю, чтобы его повторять. Знаешь, у меня есть постоянный договор с призрачными скаутами. В любом месте и в любое время лавка Лиса к твоим услугам. Продавай и покупай все, что хочешь. В чем подвох? Цены назначаю я. Вот так, ребят? Так по жизни. Ты не покупать хочешь у меня договор? Да естественный договор. Тебе же деньги нужны. Вот только посмотрите на эти блюсящие новинки. Опа-на. Удочка. И мы ее покупаем. Отлично. Вот деньги. Удочку мы купили. Теперь мы можем пойти к нашему капитану Бильвотеру и отдать ему эту удочку. Видимо, здесь станет сейчас красиво. Ага, салага. Это сработает. Еще как сработает. Ну и чего ты ждешь? Если хочешь найти нам подходящую еду, придется как следует себе покопаться. Хватай удочку и поймай нам здоровенную рыбину. То есть я еще должна поймать рыбину? История продолжается. Сейчас у нас... Взять удочку. Заведи удочку назад и отпусти, чтобы запустить леску. Попробуй, салага. Окей, так. Так, как-то назад. Опа. Харрис. Так, ловись, рыбка большая. И маленькая. Ну и? Опа. И-е-е, у меня есть... О, да это же гадкий галец. Замечательно. Вы получили гадкий галец. Что это за рыбина? Не знаю. Ну давайте мы еще... О, неплохая рыбешка. Тебе на крючок попался. Приятного аппетита. Думаю, у нас с тобой будет куча времени на рыбалку. Раз твою лодку в море смыло. Мою лодку смыло? Ага. Слабый узел и внезапный прилив отправили ее в свободное пламя. Не меняй себя. Этот остров пучина неудач. Она приправлена грустными рассказами о нашем призрачном горе. Пока мы, призраки, не обретем покоя, никто не покинет этот остров. Так что, салага, хоть ты и живой ребенок, а я призрак. Между нами есть кое-что вообще. Мы оба застряли на этом острове. Так что, думаешь, решить все наши призрачные проблемы за один вечер? Не бери в голову. Мы медведи, больше не твой проект. Мы теперь соседи. Кряк. Итак, вот сейчас, да, открывается у нас что-то интересное. О, давайте соберем монетки. Монеток было немного, но, тем не менее, за них уже спасибо. Монеток дадим призрачный. Призрачные полена. Вот тебе полена. Жри, жри, мой огонек. О, еще одна здоровая доза позитивной призрачной энергии. Ты хорошо справляешься, я не сказал. Чем лучше ты будешь помогать призракам, тем больше они помогут тебе. Поначалу дела будут идти медленно, но не отчаивайся. Такие вещи быстро не делаются. Помоги медведям, откроем путь к воспоминанию. В конце концов, они обретут покой. Ах, мой свет проливается еще дальше. Освечают уголки, затерянные во времени. Я вижу еще одну фигуру. Этот медведь поглощен поисками, доставкой, потерянных вещей всем. Кроме себя самого. У вас много общего, не так ли? Ну что ж, пойдем искать еще одного друга. Единственное, что я хочу взять лопату в руки. Так, привет. Чего такое? Не поможешь мне? Знаешь, у меня единственные призраки, которым не помешала бы твоя помощь. Иногда в этот лес заприходят потерявшиеся или попавшие в беду животные. В общем, я думаю, одну из них как раз попало этим утром в магазин мистера Лиса. Оно может быть похоже на амулет в виде маленькой птички. Если купишь его и принесешь мне, покажу тебе секрет. Давайте. Почему нет? Мистер Лис, так мистер Лис. Бабла-то хватает, надеюсь. Так, мы здесь пройдем. Мистер Лис. Я хочу кое-что купить. А, вот оно. Отлично, вот деньги. Покупка состоялась. Да, это тот самый птичамулет, о котором я говорила. Похоже на обычную беделушку, правда? Но если положить его на землю, оно превращается в призрачную птицу. Если давать им особый корм и держать рядом с их любимыми вещами, они будут здоровы и счастливы. Бедная птичка хочет есть. Я закажу ее любимый корм. Но он придет только завтра. А пока давай подыщем ей жилье. Почему бы не посадить ее на землю рядом с костром? Окей. Вы получите письмо через 18 часов. Вы получили призрачное дерево. Так, нас стало еще, смотрите, теплее. Вот тут стало еще теплее. Давай, вот мы положим. Ням-ням-ням. Еще четыре и не бревном больше. Где-то здесь есть бревна. Не меньше трех. Может рядом, а может и нет. Блин, понимаете, сказалось сначала давай одну, потом вторую. Вы заработали новый значок. Любитель животных. Хорошо. Отличная работа. Так, не поможешь мне? Привет, мини-мастер. Я определенно должен перед тобой извиниться. Я сделала тебе эту несчастную лопату. Надеюсь, что совершив хороший поступок, перестану быть призраком. Разумеется, ничего не вышло. Возможно, потому что это не лучшая моя работа. Давай покажу. Но для меня, но для меня начала, нужно мягкая древесина. Несколько корнеплодов и веток. Ну все, пошли собирать. Корнеплоды, ветки, древесина. О, прэд. Давай поговорим. Патрис Шерстопин. Медведь-почтальон к твоим услугам. Знаешь, устроившись в почтовую службу, я сразу понял, что проведу здесь всю жизнь. Так и вышло. Но я никогда не думал, что продолжу работу тут и после смерти. Вот что я скажу тебе. Доставлять почту призракам – это совсем другая роль. Другая бандероль, а сходу выдаешь почтовые шуточки. Мы с тобой поладим. Раньше у меня был определенный распорядок. Отправления для местных жителей прибывали на городскую почту ровно 8.00. Я доставляла их адресатам по списку. Призрачные отправления, говоришь, они доставляют телепатической почтой? Просто появляются идеи, когда им угодно. Я сегодня утром делал обход и искал новые доставки, но готов поспорить на призрачное бревно. Я отыскал далеко не все посылки. Ага. Итак, нам еще надо с вами теперь найти посылочку. Почему бы не? Давайте отыщем, где же наши посылочки в красивом нашем месте. Так, стоп. Я не вижу, где мой... Где мой... Вот. Здесь ничего не надо покопать. Опа-на! Корни плоды я нашла. Корни плоды я, кажется, какие-то нашла. Но это еще не все, надеюсь. Сейчас что-то еще найду. Мне здесь ничего нельзя. На берегу дует холодный ветер. Я аж призрак. Так, он сквозь меня продывает. Аж до костей пробивает. Если душу берет. Мне бы перышек чутка под куртку. Тогда и ветер не будет доставать. Жаль, только полинел я недавно. Так, еще найти теперь перо. Как много заданий. Как много дел. Но мы с вами спешим на помощь... О, я нашла. Кажись, я что-то нашла. Опа. Это было перышко. А мне сколько нужно перышек? Ага. Это было не одно перышко. Вон еще перышко. Опа-на! Я нашла монетки. Кажись, у меня где-то свадьба. Что-то по звуку. Из окна. Так, это я не могу изменить. Это я не могу полазить. Хорош! Так, а тут что-то могу? Нет, не могу. Тут я что-то не могу. Ой, простите. Погладить. Она жрать хочет, а я ее глажу. Нормально. Нормально. Все верно. Я понимаю, что ты хочешь кушать, птичка. Но пока мне тебе дать нечего. Так, а сколько нам перышек нужно еще? Где же все перья? Перья, перья. Блин, синий русский, кроме мен. Еще одно перо. А, вон еще вижу одно перо сверху. Как раз, по-моему, последнее. Да? Опа. Замечательно. По-моему, перышко последнее. Давайте мы его отнесем. А, вон еще перышко. Нет? А, нет. Это мне не кажется. Так. Все еще ищешь? Что мне нужно где-то на острове заглянить в журнал заданий под сказкой? А, так еще не все? Блин, еще одно перо оказывается. Я думала, их четыре нужно оказывается. Нет, ребята. Пять. Пять перышек нужно. Пять. Мы пошли искать дальше. Где-то мы однозначно... Дырочка же есть? Нет. Дырочки есть? Нет. Где-то должно быть еще одно перо. Так, и ты-то мне все, да, собрала? Ух, я застрял. Вот перышко. Лежал прямо перед моим носом, а я не видела. Вот обидно. Ну, пошли отдавать. Кряк, вот это перья, что надо? Зачем ты мне помогаешь, бедолага? Когда у тебя своих проблем выше крыши? Просто по-дружески. Ха, по-дружески. Здесь, может, здесь в ютную роще и найдется тот, кто это оценит. А нам, птицам, до этого дела нет. Но все равно спасибо. А такой подкладочный... А ты такой подкладкой ветру нам... Меня ни по чем не достать. Блин, ты не русский, кроме я, однозначно. Но я, как утеплился, сразу про загробную жизнь кое-что смекнул. Выпавшие перья обратно в крылья не вставишь. Даже после смерти. Только сейчас понял, да? Окей. Итак, мне дали бревнушко. Мне дали бревнушко, и это замечательно. Все теплее и теплее на нашем острове. Опачки, что я нашла? Я что-то нашла. Так, если бы мне показалось, что здесь куча листиков нет. Опа, вот тут есть. И тут посылка. Ура! Да, мы нашли посылку. Давайте-ка мы ее сейчас и отнесем почтальону. Ты тоже это чувствуешь? Азат при поиске посылки. Волнение всегда, когда проверяешь, правильно ли заполнен адрес. Скажу прямо, я обожаю эту работу. Но мне не помешал бы помощник для работы НСО. Помощник? Смотри, сколько платит. А, что такое НСО? Прости, почтовый сленг. Не опознанное сверхъестественное отправление, сокращенное НСО. Это наша задача основная. Большинство из них довольно смирные. Дребезжают, шепчут, но не более того. Но что, если тебе попадется проблемный пакет? Тогда что кричит на армейском или плюется дьявольским огнем? Что ж, таких озорников отправляют мне. Хм. Че, и такое бывает? Да ладно. Потому что рано или поздно эта штука попадет ко мне. О, мне тут пришло письмо на твое имя. Да, держи. Так, получить подарок. Апс. Конфетку на. Ап. И еще что-то на. Обычный древенчатый домик. Замечательно. И еще. На. Итак, у меня теперь целых их два бревна. Сейчас мы их все отнесем. Здесь стало теплее. Сейчас уберем монеточки. И побежим отдавать бревнышки. Вот бревно. Глотает. Еще три бревна меньше. Или больше. Вот еще бревно. Еще. Еще два, они бревном больше. Кое-кто согласен дать тебе бревно. Но за бревно мы с вами пойдем позже. Делаем небольшой перерыв. С вами была Кошка. Это Кузи Гроув. Ребята, качайте, играйте. Будьте прекрасными скаутами. А мы с вами увидимся позже.